Несмотря на праздничные дни, участковые избирательные комиссии будут работать. Так что, если в день выборов вы не сможете прийти на свой избирательный участок, проголосуйте там, где вам удобно. Для этого необходимо написать заявление. Как это сделать, смотрите в следующем материале выпуска. Если вы знаете, что 18 марта не сможете попасть на свой избирательный участок, проголосовать можно будет по месту вашего фактического пребывания. Для этого нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию и написать заявление. Если избиратель, допустим, проживает у нас на территории Славянского района, он может тоже прийти к нам. Он может быть прописан в Черноярковской, а проживает в городе Славянске на Кубани. Он может смело прийти к нам, подать заявление, и мы его включим на тот избирательный участок, который ближе по месту его жительства. Также, если лица находятся на территории Славянского района с других регионов, допустим, Мурманская область, Калининградская область, Москва и так далее, они тоже могут обратиться к нам, подать заявление, и они будут включены также в список для голосования на том избирательном участке, где удобно им сегодня проголосовать. С 25 февраля заявления начали принимать и в участковых избирательных комиссиях, которые уже приступили к своей работе и готовятся к предстоящим выборам. С 15 февраля у нас идет вручение жителям нашего избирательного участка приглашений. Он проходит, эти вручения приглашений проходят в два этапа, две волны. Первый этап прошел, мы вручили, вот сейчас мы вручаем до 12 марта, нам необходимо вручить приглашение второй волны. Также у нас дежурство на самом избирательном участке, идет выдача заявлений по месту нахождения. Дежурим в будние дни с 2 часов дня до 6, до 18.00, и в праздничные и выходные дни с 10 часов дня до 14.00. В день, когда мы снимали репортаж на избирательный участок номер 4213, написать заявление о голосовании по месту пребывания пришло 6 человек. Сергей Столяров 18 марта будет в Сочи в командировке. Из-за работы пропускать выборы не собирается. Я думаю, долг каждого гражданина проголосовать на выборах. Мы долго ждали этого дня, и каждый должен отдать свой голос за того, за кого он думает. Процедура подачи заявления очень простая и занимает не больше пяти минут. С собой нужно взять только паспорт и указать, где приблизительно будете находиться в день выборов. Номер удобного для вас избирательного участка подскажут. Все, ваше заявление готово. Основная часть заявления остается у нас. Мы передаем в ТИК для исключения со списка по месту регистрации вашему. А с этим с отрывным талоном вы приходите на участок во время выборов с паспортом и с отрывным талоном и проголосуете. Одна из тех, кто в этот день написал заявление – Елена Вильдиманова. Она член этой участковой избирательной комиссии. Теперь в день выборов женщина сможет проголосовать здесь, а не ехать в станицу Петровскую, где прописано. Очень удобно, что расположение места выборов, где человек находится, он может проголосовать поэтапно. Реклама была по телевизору, когда, что он может подать заявление. И просто действовать указанием, если до какого числа ты где находишься, подаешь заявление. Ну, как бы понятная агитация была прийти на выборы всем желающим. Нужно помнить, что заявление можно подать только один раз. Если избиратель подаст несколько заявлений, то действительным будет только первое. Подать заявление можно до 12 марта в территориальную избирательную комиссию, в многофункциональный центр, участковую избирательную комиссию или воспользоваться порталом госуслуги. Если избиратель в последний момент узнал о том, что не сможет в день выборов прийти на свой избирательный участок, у него есть возможность с 13 марта до 14 часов 17 марта оформить специальное заявление с защитной маркой на своем избирательном участке, где он включен в список избирателей, и проголосовать там, где ему будет удобно. 18 марта 2018 года я приглашаю всех жителей, которые проживают у нас на участке, пожалуйста, приходите к нам на участок, мы будем рады всех видеть. Обязательно серьезно отнеситесь к этому мероприятию, этот выбор должен сделать каждый. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».